Приветствую, друзья, вы на «Фабрике новостей», это «Правильный выбор» и сегодня рад приветствовать в своей виртуальной студии Леонида Гозмана, российского оппозиционного политика, деятеля Леонид Яковлевич. Здравствуйте и спасибо, что вы с нами. Витаю. Давайте начнем с этой пресловутой ядерной доктрины и ее пересмотру. Знаете, с одной стороны, очень часто говорится о том, что, дескать, вот эти все заявления – это пугалки и ничего они не предпримут, и это пересмотры – это только слова. А с другой стороны, есть такое мнение, что для себя самих в Кремле, Путин, не только он, вот они рутинизируют возможность использования ядерного оружия, пробуют на смак его, и так мы про него поговорим, и эдак, и в принципе уже свыкаются с тем, что рано или поздно его применят. Вот вы к какому больше мнению склоняетесь? Вы знаете, мне кажется, правильно и то, и то. Значит, с одной стороны, никакая доктрина, писанная, она еще даже не написана, пока это слова Владимира Владимировича, она на действия российского руководства никак не влияет. Понимаете? Ну, потому что российское руководство никак не ограничено никакими сдержками, противовесами, общественным мнением, там, еще чего-то. Кроме того, понимаете, вот эти обещания использовать ядерное оружие только в таком случае и не использовать в другом случае, это, на самом деле, в устах любой страны болтования. Ну, мне кажется, да? Почему? Потому что любые договоренности действуют в этом контексте. Понимаете? Вот, допустим, революция обнуляет персональные долги очень часто. Ну, потому что, ну, что, все революция, все рухнуло, да? Вот. В любом золотом договоре есть указание на форс-мажор. Ну, допустим, вы поставляете молоко в магазин, да, и вы написали, что вы поставляете столько-то там литров молока в этот магазин каждый день, да, там, к 7 утра, например. Вот. Но если случится наводнение или землетрясение, то вы не будете поставлять, и вас нельзя в суд за это тащить, да, потому что это форс-мажор. Понимаете? Вот. Так вот, ядерная война – это форс-мажор, который отменяет вообще все. Имеет смысл договариваться о ограничении испытаний, там, о чем-то, о чем договариваться. А вот это вот мы используем только тогда, а не тогда – это все вообще просто болтовление, просто не имеет отношения к делу. Вот. И, конечно, это просто ядерный шантаж, это пугалка, это пугалка для Запада прежде всего, что вот смотрите, держите меня семеро, я вот такой совершенно страшный. С другой стороны, вторая позиция тоже верна. Они привыкают, они произносят слова, которые делают все это привычным. Понимаете? Слова, на самом деле, обладают страшной силой. Вот. Вначале было слово действительно во всяких, не только у Бога, но и во всяких, так сказать, зверских вещах тоже сначала слово. Понимаете? Сначала появляется слово, там, я не знаю, хач, дак, жид, а потом идут погромы. Понимаете? Вот на российском телевидении, когда обсуждают проблемы Украины, они больше ничего не обсуждают, уже нормативным стало слово хохол. Нормативным. Понимаете? Вот мне интересно, что чувствуют граждане России, этнические украинцы при этом. Вот они прямо так говорят, хохлы там, еще что-то такое. Вот это, это постоянно, да? И вот так они стали говорить о ядерном оружии. В этом смысле они готовы его применить. И вот вопрос, готов ли Путин психологически применить ядерное оружие. Я думаю, что да. Вопрос в том, что мы не знаем, есть ли она у него. Это тут неизвестно. Правда, я думаю, что он и сам не знает. Он же очень многого не знал, это очевидно. Не потому, что там царю не докладывают, бояли плохие, царь хороший. Совершенно не так, в этом месте. Потому что он не хотел стать. Он же, например, не знал о том, что граница в Курстобусе совершенно дырявая. Он не знал, что украинцы будут защищаться вообще как звери. Да, когда начинал эту авансюру. Не знал он этого. Он был уверен, что будет сдаваться в плен. Вот. Поэтому мы не знаем, есть ли это. Многие считают, что он не использует, потому что он боится свою жизнь. Это правда. Но знаете, что он взял? Он же на что может рассчитываться? Это же не ядерный апокалипсис сразу. Вот он использует какую-нибудь маленькую ядерную бомбу где-то на вашей земле. Это не ядерная зима. Это не гибель человечества. Это локальная катастрофа. Ну, конечно, потом еще будут люди умирать от лучевой болезни. Все это понятно. Это ему наплевать совершенно. В том числе на своих солдат. Тоже наплевать, как вы понимаете. Окей. Но он может, знаете, на что рассчитывать? На то, что Запад испугается. И скажет, давайте ему все отдадим. Вот видите, он какой-то мороженый. Давайте дождемся его смерти. После смерти диктатора все становится немножко лучше. Ну и так далее. Он может на это рассчитывать. Поэтому я думаю, что вероятность очень высока. Но это никак не связано с тем, что они сейчас меняют эту бумажку. Ну, это замена бумажки. Понятно, она была приурочена также, наверное, приурочена к визиту Зеленского. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Но еще какой контекст этих заявлений. Ведь буквально через пару недель, да, мы пишем с вами это интервью 27 сентября. В Казани будет саммит БРИКС. И Россия им очень гордится и очень хочет показать таким образом, что мы ни в коем случае не в изоляции, особенно Путин. И Индия, и Китай, да и все остальные, ну, может быть, кроме Ирана, там, Буркино-Фасо, кто еще приедет, а Талибы. Ну, вот все основные игроки, они не очень поддерживают вот эти бряцания ядерным оружием и эти угрозы. Вот, по-вашему, пока прикрутят эти угрозы до саммита БРИКС, или это никак не влияет на эти угрозы, что, ну, наверное, стоит помолчать, чтобы не пугать партнера? Ну, я думаю, вы задали серьезный вопрос, я пытаюсь найти ответ. Ну, я думаю, что своим главным партнером или сюзереном, китайцем, ну, а заодно, на всех случаях, Индии, Путин как-то уже объяснил по оптическим каналам, по чётким каналам, сказал, что, ребята, вы не пугайтесь, это я просто пиндосов пытаюсь напугать. Понимается, нет, нет, мы ничего делать не будем. Вот я думаю, что что-то вот такое будет. Вот, а тогда у них, конечно, они в конфликтной ситуации. С одной стороны, должны себя вести как все более отмороженное, с другой стороны, это отмороженность нормальным странам третьего мира, конечно, не нравится. Ну, упомянули, там, Иран-Талибы, там, Ким Чен Ын какой-нибудь, который может это одобрить, остальным-то оно зачем? В общем, остальные помощи от Америки получают. Очень большую. Им оно надо, чтобы Америка накрылась, нет? Ну, что касается Америки. Зеленский как раз сейчас пребывает в Соединенных Штатах. Действительно, удалось ему опять поднять повестку Украины вот в таком и американском масштабе, и в целом через это в глобальном масштабе. Ну, то есть активен очень дипломатически он, и уже есть первые результаты, это 8 миллиардов, около 8 миллиардов в целом новый пакет помощи. И встречался он и с Байденом, и с Камалой Харрис, представлял им свой план победы. Ну, и вот надеемся, что по итогам этого ему все-таки удастся, ну, может быть, не на следующий день, но в течение каких-то ближайших, может быть, недель, месяцев все-таки добиться снятия ограничений на удары дальнобойным оружием. По-вашему, вот насколько вот сейчас Соединенные Штаты, да, они вот все то, что сказано вами выше про ядерные угрозы, ну, воспринимают здраво? Или же все-таки вот все увещевания, все рациональные аргументы могут быть серьезно поколеблены вот этими угрозами, что пусть все сгорит в огне сражений, пусть запылает вся земля. И вот тут они могут дрейфить. Вы знаете, тут два момента есть. Во-первых, да, кто-то из них, из политической элиты Америки, может испугаться. Могут. У них неудачные войны были в последнее время, надо признаться. И вторая иракская война была неудачна. Ну, из Афганистана было просто ужасно, неизбежно. О чем надо отдать должное президенту Байдену? Он сказал в своей прощальной речи в ООН. Значит, у них как бы не очень получалось, по-моему. Я не знаю, я не американист, но я что-то не вижу больших успехов военных. Ну, отдельные короткие военные операции, да, получаются, но короткие. Война в Вьетнаме, но она проиграла. Вот. Ну, в Афганистане и Советский Союз проиграл, конечно, и Россия в Украине проигрывает. Но, тем не менее, мы же проверим. Во-первых, они могут испугаться. Я не уверен, что они готовы действительно воевать. У них ведь профессиональная армия. С одной стороны, это хорошо, но у себя в России все время выступали за профессиональную армию. А вот мне однажды сказал один боевой американский полковник, который воевал во многих местах и так далее. Он говорит, понимаешь, говорит, оно, конечно, хорошо, добровольно, все правильно. Только, говорит, теперь получилось так, что есть мы, которые воюют, и они, которые все остальные. То есть, наоборот, для большинства населения США, те, которые воюют, это они. Но, говорит, раньше, даже во время Вьетнама, мы вели, да, неправильную вою, неправильную вою, но мы все вели. А сейчас воюют отдельные, а большинство это не касается. Я не уверен, что они готовы воевать сейчас. А кроме того, понимаете, в Америке очень много людей, как вообще на Западе, которые считают, ну пусть не так экстремистски, как кандидат-вице-президент Эвэнс, который говорит, что мне вообще наплевать, что там в Украине происходит, да? Ну, в общем, они считают, что не наше это дело. Спор славян между собой. Но, в конце концов, Украина сколько была под рукой русского царя? А сейчас это мятежная территория. Ну, Путин подавляет мятеж, ну и пусть подавляет. Нам-то что до этого, понимаете? Нам-то что до этих непонятных нам диких людей? Там много людей, да, понимаете? И там много избирателей, которые на это ловятся. То есть там тяжелый. Я не понимаю пока, чего добился. И добился бы чего-нибудь серьезного президент Зеленский во время своего ООН. Ну, пока пораним за эту часть визита. Я не понимаю. Вот, может быть, вы понимаете, я нет. Ну, пока мы видим только согласованный пакет помощи и представленный план. А вот имплементацию этого плана, ну, что ж, посмотрим. Мы же не видим отношения к этому плану. Конечно, но я не думаю, что в любом случае кто-то выходил бы, будь то Зеленский или кто-то другой, представляющий план, другая сторона выходила бы и говорила, ну, все, вот под каждым пунктом подписываемся. Ну, наверное, вряд ли. Еще хотелось с вами поговорить о российской оппозиции и вот что сейчас происходит. Поскольку вот с одной стороны мы видим этот слив ФСБ, сначала Russia Today, потом ФБК, какая-то идет такая очень серьезная поляризация, потом мы видим очередные еще вдогонку выступления со стороны ФБК. Да, вот вчера, по-моему, это вчера было выложено интервью большое Михаила Ходорковского, где он отвечает на вопросы Александра Плющева по поводу этого всего Невзлингейта. Ну, вот, знаете, на кремлевских таких площадках, ну, довольно серьезно ликуют. Вы как эту ситуацию вообще оцениваете? Ну, вот, да, потому что, мне кажется, вот, допустим, умирает завтра Путин, мы все радуемся, а российская оппозиция что? Вот что с ней сейчас? Значит, видите ли, ну, то, что они ликуют, они правильно делают, я тоже на этом месте ликовал, правильно, конечно, такой подарок. Вот, ну, просто чтобы отдать должное ФБК, они не просто взяли материал, который получили через агентов ФСБ, а они все-таки их действительно проанализировали, действительно много чего сделали там, и так далее. Вот, и, собственно говоря, все такие оппозиционные люди за рубежом российские, все требуют, естественно, уголовного расследования и так далее. Вот, там, другое дело, что, допустим, я бы очень хотел, чтобы Невзлинг оправдали, чтобы уголовный расследователь сказал, что нет, Невзлинг не виновен. Почему? Не так, потому что Невзлинг делает много добра, делает много хорошего в Украине, там, и так далее. А по другой причине, понимаете, в моей картине мира, вот в моей картине мира ФСБ злодеи, если они совершили все одно злодейство, там, избивали молотками, там, на женщину, на чем-то напали, там, и так далее, то это не меняет мою картину мира. А то, что фактически один из нас может так делать, это мне, как бы, очень не хотелось, поэтому я хочу, чтобы Невзлинг оправдали, ну, что там будет, но я хочу, чтобы восторжествовало истинно, я надеюсь, что оно восторжествует. Вот, и против этого никто не возражает, это нормально совершенно, да. Споры идут о другом. Многие считают, что ФБК использовал эту ситуацию для внутриполитической борьбы в оппозиции, для борьбы с Хазарковским. Уже, на самом деле, ну, нельзя драму использовать для таких вещей, тем более, что ни одно из обвинений в адрес Михаила Борисовича Хазарковского они не подтвердили, они его не любят, но это их право, а он такого не любит, но так не надо. Все, что сейчас происходит, очень напоминает, знаете, вспоминает операцию Трест, ну, она известна по знаменитому фильму советскому, еще когда, действительно, чекисты смогли провести жуткую совершенно провокацию, выманить там Савенкова, убить его там, ну и так далее, да. Вот, печальная очень история, но вы говорите, вот Путин умрет, допустим, и, а что российская оппозиция? А вы что думаете, что Путин умрет, и российская оппозиция ввезет к власти? Вы чего? Вы верите в сказку? Я не российская оппозиция, я ничего не думаю. Вот мне интересно, что российская оппозиция думает. Значит, российская оппозиция думает по-разному. Некоторые верят в прекрасную Россию будущего и в то, что они въедут в Россию на белом кане. Вот. Я принадлежу к той части российской оппозиции, которая в это не верит ни на грошу, ни на секунду, да. После Путина к власти придет какой-нибудь полный злодей. Вот полный злодей из его окружения. Так всегда бывает. После Сталина к власти пришел Хрущев, а мог прийти Берия просто. Хрущев его убил. А если бы Берия убил Хрущева, то Берия бы пришел к власти, да. У обоих этих людей руки в крови. Ну, Хрущев был сатрапом Украины. Ну, как-нибудь, что, репрессии мимо него что-то прошли? Это было белый и пушистый? Нет, конечно, да. При этом Хрущев проводил либерализацию. После смерти тирана следующий, который приходит, ведет себя более рационально, более разумно. Потому что тирания, любая тирания, Ким Чен Ина, Айталы, Хамин Ии, Путина, она заводит страну в тупик. Понимаете? Она в тупик страну заводит. Поэтому следующий должен разгребать эти завалы и делать что-то более-менее разумно. Поэтому вне зависимости от состояния российской оппозиции к власти в России, пусть смерти, ну, допустим, даже по биологическим причинам, когда-нибудь наступит, у Владимира Владимировича Путина придет кто-то из его окружения, кто-то из его близкого окружения. Кто-то, у кого мощные связи с генералитетом, со спецслужбами и так далее, и так далее. Никто другой в власти прийти не может. Никтое Ходорковский, там, Мария Певчиха. Понимаете? В Кремль не въедут. А это вот после этой диктатуры, или после серии таких диктатур, каждая из которых будет более рациональна, чем предыдущая, когда в конечном счете мы пройдем путь от Ким Чен Ына, где мы находимся сейчас, к Пиночету или РОДУ, вот тогда Пиночету или РОДУ передаст власть гражданскому правительству, и тогда будет важно состояние российской оппозиции. Понимаете? А пока она не оппозиция в классическом смысле слова. В классическом смысле слова оппозиция – это те, кто борется за власть и могут прийти на смену действующей власти. Оппозиция его величества, да? Вот, вот, лейбористов власти, консерваторы в оппозиции. Отлично, да? У вас там, я не знаю, Зеленский и его слуга народа у власти, да? А там другие в оппозиции. Вот это нормально, да? А у нас такого сейчас нет. У нас нет сейчас борьбы за, собственно, за власть. У нас есть борьба, если говорить о борьбе, у нас есть борьба против войны, и подавляющее большинство российских политических заключенных сейчас сидит за поддержку Украины. Я тоже сидел за поддержку Украины. То есть это ваши союзники, между прочим, чего у вас не всегда как бы готовы признать. Значит, идет борьба против войны и борьба с режимом Владимира Путина. Не за власть для себя, потому что власть для себя – это нереалистично сейчас. Вот так. А то, что происходит в оппозиции, да, очень плохо. Ну, то есть, по сути, нынешние, давайте, не знаю, тогда не называем оппозиции, несогласные с режимом и с войной, они тогда должны откинуть любые планы по приходу к власти, потому что у некоторых они есть. И просто, ну, не знаю, детей воспитывать, чтобы вот они уже, или пусть они дети их детей, вот они тогда пришли. Ну, исходя из вашей логики. Не совсем так, не совсем так. Во-первых, они должны бороться с пусинским режимом и с войной. Не просто своих детей воспитывать, а бороться с режимом и с войной. Что нужно бороться с режимом и с войной? Значит, помогать вам, да, что делается русской оппозиции. Очень сильно делается. То есть, ну, сильно, насколько могут, да, деньги собирают, кто-то, не большинство, ВСУ донатят, кто-то, там, печки, генераторы посылают, там, ну, и так далее, и так далее. Да, все реально делается, да. Она должна помогать людям, бежавшим от Путина. Она должна помогать, между прочим, к правилам гуманитарного долга. Это еще и подготовка к будущему. Потому что когда-нибудь эти пути, эти люди могут довернуться, да. Она должна готовиться к возвращению. Потому что, понимаете, что я делаю? К власти, те, кто сейчас против Путина и в эмиграции, они не придут сразу после Путина. Но вернуться в Россию они могут. И вернувшись в Россию, они должны будут противодействовать тоталитарным тенденциям, поддерживать другие тенденции и так далее. Как это было при Пиночете? При Пиночете были люди. Да, у него была запрещена борьба, собственно, за власть. Но были газеты, были общественные организации, было все. И велась агитация против генерала Пиночета. Она велась на самом деле. И он позволял это делать. Даже как против генерала РДУ и так далее. Даже находясь в изгнании, такие люди, как я, обязаны вести какую-то просветительную, агитационную, пропагандистскую работу на территории России. И, конечно, надо разрабатывать сценарии прихода власти тоже, потому что окно возможностей может открыться в любой момент, когда надо быть готовым. Ну и напоследок, вот такая инициатива рассматривается депутатами Госдумы, это отменить двойное гражданство. Вот по-вашему, насколько это реально? И, ну, в целом, вот механизм лишения российского гражданства всех несогласных, особенно те, которые уехали. То есть, да не российская это оппозиция или несогласная, это вообще какие-то апатриды. Но если они вам нужны, вот давайте им гражданство, будет там гражданин Латвии или Литвы или Германии, там что-то говорить про Россию. Они к России не имеют никакого отношения. Ну, понимаете, они пытаются в асфальт закатать все. Ну, такая у них общая стратегия. Они закрывают СМИ, они закричают книги, они объявляют людей иностранными агентами, я вот тоже иностранный агент там, ну и так далее. Они вот все это делают. И это в рамках вот этого ужесточения. В рамках ужесточения. Они говорят о возвращении смертной казни, они говорят о ядерной войне, они говорят о том, что естественным рубежом должен быть Атлантический океан, а все остальное мы должны захватить, ну и так далее. То есть, это вот общая такая логика, понимаете, вот такой общий фактор, да, который объясняет, такая латентная переменная, которая объясняет вариативность всех остальных перемен. Они могут двигаться в этом направлении. Пока Владимир Владимирович у власти, движение будет в этом направлении. Тут ничего другого нет и быть не может. Да, ну вот в этом движении, мне кажется, люди сами помогают, поскольку очень многие, кого называют иноагентами, ну, сама российская власть назвала их иноагентами, они добровольно, мне кажется, ставят эти плашки. Ну, ладно. Да нет, ну что, Саш, ну, бросьте, ну, бросьте. Ну, бросьте, ну, это полная ерунда. А, Саш, значит, добровольно. Точнее, добровольно. Вам пистолет к виску представляют, и вы добровольно... Вы за рубежом находитесь. Вот в чем пистолет? Я нахожусь... И вот, во-первых, я ставлю плашку. Я. Я не ставлю. Я забываю, а обычно ставлю, да. Вот, значит, смотрите, значит, у них есть за... Уголовные санкции мне уже не страшны. У меня там уже 8,5 лет тюрьмы. Вот, в октябре, 1 октября будет апелляционный суд. Он подтвердит, надо полагать. Вот, так что уголовные санкции я не боюсь. Но за... Они за нарушение этого правила, они используют финансовые санкции. А финансовые санкции вложатся на тех, кто вам близок в России. Понимаете? Вы подставляете своих. Вы подставляете свою маму. Вы подставляете свою, там, я не знаю, свою жену или, там, своих детей. Вы своих подставляете. Понимаете? Они у каждого. У нас у каждого. Вот у меня тоже. В России есть заложники. Понимаете? Ну, потому что ты же не один жил в мире, понимаете? Уехал, и никого там не осталось. У нас пустая земля. Ну, то есть, у кого-то может и так, но у подорожек большинства нет. И они используют в заложниках. И если вы этого не делаете, то они могут создавать неприятности тем людям, которые вам дают. Вот, собственно, и все. Элементарно. И сделать с этим я не могу ничего. Понимаете? Я могу рисковать своей жизнью. Это я рисковал. Да? Ну, пока был в России. А жизнью благополучных других людей я не могу рисковать. У меня нет такого права. Понимаете? Нет у меня такого права. И ни у кого нет. Поэтому это... Ну, кроме того, послушайте, что вообще эта плашка такая, вообще людей волнует? Господи. Я, кстати, к этой плашке приписал, что считаю противоправное присвоение звания иностранного агента признанием заслуг перед Россией. Ну, действительно, многие так считают. Например, некоторые прокремлевские каналы сделали иноагентами и таким образом считают, что они пытаются замаскироваться и сохранить свое будущее в случае чего. Леонид Яковлевич, спасибо вам большое за пояснение, за этот интереснейший, как всегда, разговор. Друзья, Леонид Гозман был с нами в эфире. Российский оппозиционный политик. Ставьте лайк этому видео. Ну, и до новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok